Так, отрицание в немецком языке. Итак, мы рассмотрим самые основные отрицания. Значит, есть nine, это нет. Вам что-то спрашивают, вы говорите нет, запятую ставите и идет обычный порядок слов. Тут я даже не буду останавливаться на nine. Это просто нет, так же как и в русском языке, которое выделяется запятой. Нихт. Нихт, это не, ставится перед прилагательными, местоимениями. Например, посмотрите, задание несложное. Die Aufgabe ist nicht schwierig. Нихт ставится перед, непосредственно перед прилагательными. Сложный, это прилагательные. Nicht schwierig. Далее, это не тот человек. Das ist nicht jener Mensch. Номинатив, не тот человек, это номинатив здесь. Nicht jener Mensch, не тот человек. Это не моя бабушка, например, грубо говоря. Тоже будет nicht перед meine. Собственно, перед прилагательными. Отрицание не мой, не сложный, не интересный и так далее. Это будет nicht перед прилагательными. Так же и по поводу местоимений. Не тот, не мой, не ваш и так далее. Значит, отрицание nicht еще отрицается глаголом. Если отрицается глаголом, например, там, я не поеду, да? Я не поеду в Германию. Если один глагол отрицается, я не поеду, здесь один глагол. Они ставятся в самом-самом конце предложения. Если два глагола, они ставятся перед вторым глаголом. Разговорные речи отходят от этого правила, но мы должны рассматривать правильное применение nicht. Значит, я не еду в Германию. Ich fahre nach Deutschland nicht. В самом конце стоит. Отрицаем один глагол. Я не еду. Ich fahre nach Deutschland nicht. Предложение с двумя глаголами. Он не хочет ехать в Германию. Первый глагол хочет, второй ехать. Отрицаем не хочет. Er will nach Deutschland nicht fahren. Nichts steht перед fahren. Разговорные речи. Nichts может стоять сразу же после will. Er will nicht nach Deutschland fahren. Скажем так, nicht, в данном случае, как у меня написано, это правильный вариант. Можно поставить nicht после will. Это будет более разговорный вариант, но, скажем так, я бы вам не советовал экспериментировать. Если вы уверены на 100%, что так можно сказать, то говорите. Понятно, да? Nichts. Отрицаем прилагательное, местомение, глагол. Кайн. Тоже отрицание. Кайн отрицается существительное. Кайн у нас стоит непосредственно перед существительными. Причем кайн согласовывается в падеже существительным. Что значит согласовывается? Имеет такое же окончание, как неопределенный артикль. Например, как айн. Если у нас будет айнн, неопределенный артикль мужского рода в акузативе айнн. Я вижу там, например, мужчину. Игзе айнн ман. То кайн, я не вижу мужчину, будет игзе кайнн ман, окончание ен, как у неопределенного артикля. Это называется согласовать в падеже. Смотрите на примеры. У тебя нет собаки? Has du keinen Hund? Собака в немецком языке мужского рода. Не женского рода, как в русском языке. Der Hund. Поэтому мы отрицаем собаку. У тебя нет кого, да? Кого что, это у нас акузатив. Поэтому собака, айн хунд, мы ставим в акузативе. Будет айнн хунд, а если мы отрицаем, то нет собаки. Значит, кайнен хунд. Вопрос. Hast du einen Hund? Нет. Ich habe keinen Hund. Есть собака? Нет, у меня нет собаки. Ich habe keinen Hund. Второе. У нас нет времени. We haben keine Zeit. Время, die Zeit. Согласовали kein с женским родом. В конце появилась буковка e. Keine. У нас нет глагола иметь. То, что мы имеем, мы ставим в акузативе. Поэтому у нас время, die Zeit, будет в акузативе. Отрицаем это существительное. Будет keine Zeit. Has du Zeit? Nein. Ich habe keine Zeit. У меня нет времени. Здесь нет машины. Выражение есть. Es gibt. Es gibt. Применяйте это выражение. Но очень распространено. После es gibt, того, что есть или нет, ставится в акузативе. Здесь нет машины. Hier gibt es kein Auto. Hier gibt es kein Auto. Keine Auto стоит в акузативе. Das Auto – машина среднего рода в немецком языке. Значит, средний род в акузативе. У нас будет, собственно, в номинативе средний род будет kein. Никаких окончаний нет. Keine Auto – номинатив, акузатив. Has du ein Auto? Вопрос. У тебя есть машина? Nein. Ich habe kein Auto. Нет никаких окончаний. Es, keine. Это средний род. Hier gibt es kein Auto. Здесь нет машины. Далее. Когда еще kein применяется, перед существительным с прилагательным. Причем, когда перед существительным не стоят предлоги. Сейчас на примере вы поймете, о чем речь. Например, там нет хороших возможностей. dort gibt es keine guten Möglichkeiten. По сути, глагол отрицается здесь. Keine здесь играет роль определенного артикля. То же самое, что сказать, там есть хорошие возможности. dort gibt es die guten Möglichkeiten. Die. Обращаем внимание. Die оканчивается на букву Е. А когда мы отрицаем, Keine точно так же заканчивается на букву Е. Keine guten Möglichkeiten. Меняется только die, меняется на Keine. Утверждение. То есть, есть возможности. dort gibt es die guten Möglichkeiten. И отрицание этих хороших возможностей. dort gibt es keine guten Möglichkeiten. Это множественное число. Это не старый мужчина. Das ist kein alter Mann. Это у нас Nominati. Das ist kein alter Mann. Опять-таки, Keine у нас, в данном случае, играет роль как неопределенный артикль. Мы рассмотрим утвердительное предложение. Это старый мужчина. Das ist ein alter Mann. А кто-то говорит, да нет, это не старый мужчина. Das ist kein alter Mann. Как видите, просто меняется утвердительное ein, отрицание, kein. А прилагательное окончание не изменяется. Дальше. Значит, kein у нас, когда отрицается действие, вы помните, когда действие отрицается, у нас нет. Так и есть. Но, когда отрицается действие, их дополнение стоит без предлогов. Что имеется в виду? Дополнение, вот, например, я вижу, например, мужчину. Мужчина это дополнение в акузативе. Прямое дополнение в акузативе. Так вот, дополнение без предлогов. Вообще, без никаких предлогов, тогда у нас тоже употребляется kein. Посмотрите на примерах, и вам станет более понятно. что, ты не говоришь на английском, sprich du kein anglisch. Что у нас здесь отрицается? У нас здесь отрицается глагол говорить, да, sprichend. По сути, у нас, по идее, да, по логике того, что я только что, ну, перед этим сказал, мы действие отрицаем. Поэтому, нам нужен nicht, но, говорить на каком-либо языке, язык ставим в акузативе. Значит, их там, ich spreche Deutsch, ich spreche Englisch, предлогов, нету перед существительным Englisch Deutsch. Так вот, когда мы отрицаем их действие, и при этом у нас еще есть существительное, без предлогов, то мы все равно ставим kein. Ты не говоришь на английском? Sprich du kein Englisch? Дальше, я не дам это ни одному человеку. Ich gebe es keine Menschen. Опять-таки, отрицается в действии, не давать, да? Давать. Я не дам. Если бы, например, было без существительное, я не дам тебе это, например, да? Ich gebe es dir nicht. Разница, да, ощущаете? Отрицается исключительно действие. Существительное нет. Ich gebe es dir nicht. Здесь nicht. Пошло в самом коне. А здесь я не дам это ни одному человеку. Ich gebe es keinem Menschen. Появилось существительное, и появляется отрицание kein. Дальше. Он не одалживает денег. Er leid kein Geld. Er leid kein Geld. Опять-таки, он не одалживает, ну там, не знаю, может там велосипед, не знаю, машину. Он не одалживает. Подразумевая, но не говоря этого. Он не одалживает. Er leid nicht. Отрицание nicht. Пошло в конец. Появилось существительное, в данном случае деньги. Появилось и kein. Er leid kein Geld. Таксильный. Pois. Время, Появилось. close.